Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографами. Американский художник из богатой балтиморской семьи, учившийся в Европе у таких художников, как Бугро, например, Фрэнсис Коутс Джонс. Он известен своими картинами, о которых женщины непринужденно ведут себя в богато украшенных интерьерах или цветущих садах. Я пользуюсь переводной википедией. Родился в 1857 году в Балтиморе, штат Мэриленд. В богатой семье до 14 лет посещал квакерскую школу в Балтиморе. Его старшим братом был художник-пейзажист Хью Болтон Джонс. В 1876 году братья Джонса посетили Европу, где Фрэнсис заинтересовался тем, чтобы стать художником. В Лондоне оба брата остановились у Одвина Остина Эбби. Затем Джонс провел почти год в Понтавене, Британии, где находилась колония американских художников. Там он подружился с Томасом Хавенденом. Осенью 1877 года Джонс переехал в Париж. Он самостоятельно учился рисованию. Затем был принят в класс антиквариата Анриэлемана в школе изящных искусств. Путешествовали в Испании и Марокко вместе с братом. Совершили турне по Европе вместе с родителями. Наконец он вернулся в Соединенные Штаты и поселился в Нью-Йорке в 1884 году. Где его работы как художника-фигуриста были быстро признаны. Хотя ему не нужно было зарабатывать на жизнь, он преподавал портретную живопись в Лиге студентов искусствоведов Нью-Йорка. Получал заказы на иллюстрации от журнала. В октябре 1893 года издательство «Скибнерс» опубликовало подборки его видов исторических домов в Вашингтоне. С 1895 года Джонс писал фрески. Летом он отправлялся в живописные экспедиции по Америке. В 1890 годах Джонс приобрел солидную репутацию. Начал играть ведущую роль в мире искусства Нью-Йорка. Джонс преподавал в Национальной Академии Дизайна более 30 лет. В течение 22 лет он был позначеем в Национальной Академии Дизайна. Был попечителем музея искусств Метрополитен. Примерно в 1907 году Джонс, его брат и их сестра-инвалид Луиза переехали в дорого обставленную студию и дом в Манхэттене. В 1929 году Джонс перенес инсульт, который оставил его полностью парализованным. Умер он в 1932 году. В 1885 году картина Джонса «Обмен секретами» получила премию Томаса Кларка за лучшую композицию рисунка. Джонс также получил призы на выставке в Сент-Луисе и на Панамско-Тихоокеанской международной выставке 1915 года. Его работы выставлены в Рупинском музее, Метрополитен музее, Чикагском художественном институте. Вот так вкратце из переводной википедии о американском художнике Фрэнсис Коутс Джонс. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.